Честно сказать, я давно планировал эту проповедь сказать. Ну, не эту конкретно, но на эту тему. О Руаха Кодыш, о Святом Духе. И я воздерживался, потому что не всегда был уверен, насколько в общине есть открытость на эту тему говорить. Но я вам так скажу, что последние года два-три, лят-лят, я стал чувствовать, что потихоньку мы становимся более-более открыты Ле Матано Труа Ха Кодыш, к дарам Святого Духа. И я вам скажу, почему я воздерживался. Некоторые из нас в свое время прошли через некорректное использование некоторых духовных даров. И напрягшись, боялись, чтобы не было каких-то перегибов. Ну, я даже, наверное, больше про себя говорю. Некоторые из нас, наверное, я. И у меня взяло время на то, чтобы немножко восстановиться. Никогда не переставал верить в то, что дары Святого Духа существуют. И периодически мы приглашаем людей, которые проводят здесь какие-то пророческие или духовные семинары. Но, скажу вам так, я очень рассчитываю, чтобы в общине, не только чтобы со стороны приходили люди и могли служить нам, но чтобы в общине стало раскрываться желание и жажда по Святому Духу. потому что без этого мы можем достигать каких-то вещей. Но есть одно такое высказывание в Деяниях Апостолов, где Ишуа сказал, если вы хотите обойти весь мир, я интерпретирую сейчас, то будьте открыты и ожидайте, и придет Руоха Кодиш, и даст вам силу, чтобы вы могли донести мою мессер до края земли. Сегодня я не ожидал, что Миша будет говорить о Вознесенном Змеи, я думаю, он будет говорить о Рожителице, но это не имеет значения, потому что нормально, все хорошо, Миша, мы всегда рады, с чему ты учишь. Все равно цель, цель была одна и та же, показать, что основное, основная дриша, основное ударение Господа Бога для нас «Будьте святы, как я свят». И мы все понимаем этот лозунг «Будьте святы, как я свят», но очень часто мы в своей жизни как будто нам не достает сил дотянуться до чего-то этого. Что такое вообще святость? Кто-то из вас знает, что такое святость? Окей, это стандартный перевод слова «кадош», «святой» или «отделенный». Но что интересно в Танахе слово «святой» или «отделенный», оно наполнено еще дополнительным смыслом. И если вы откроете, я буду сейчас просто цитировать Писание, можете открывать, можете нет, можете потом прослушать. В книге «Ваикра» или «Левит» в 19 главе Господь говорит народу Израиля «Будьте святы, как я свят». И потом многократно на это провозглашение священные писания ссылаются. И в Новом Завете уже апостол Петр говорит «Ибо Бог сказал «Будьте святы, как я свят» и пошло, и поехало. Много-много-много раз. Но там указывается, что такое святость по Божьей, как быть святым по Божьей. Там сказано «Почитай мать и отца своих, почитай ближнего, отвергай идолопоклонство, почитай и уважай ближнего своего». То есть в еврейском понимании быть святым это быть человеком полезным. Потому что слово «кадош» в те времена применялось не только к вот в Торе. Языческие жрецы фараон, он тоже был кадош, только он был кадош, отделенный для своих каких-то крутых, о, к ним не подходите, они какие-то супер-супер. А здесь Господь Бог изменяет концепт святости, говоря, если вы хотите быть святыми Израилю, то будьте в мире, но покажите другой стандарт. Почему я сказал это? Потому что в священных писаниях существует такое высказывание «руаха-кодыш», Святой Дух. Не надо это поднимать сейчас. «руаха-кодыш», Святой Дух. И назначение Святого Духа или работа Святого Духа, я сейчас не буду говорить о личности Святого Духа, это не цель этой проповеди, все равно, чтобы подталкивать всех нас в святости. Я хочу в конце проповеди говорить немножко о духовных дарах, но вначале я хочу построить у нас в голове какой-то некий концепт. И первый раз, когда мы встречаемся с руаха-дона или руах-элухим, вообще с этим понятием, это первые стихи Библии. И все помнят эти стихи. Помните «бытие»? «Ибо земля была безвидна и пустынна». На иврите там сказано «был то-ва-оу», часто переводят как «хаос». Но ты можешь то-ва-оу как хочешь перевести. И обычно более, наверное, правильно сказать, что это была некая изначальная протоматерия, которую Господь Бог сотворил, атомы, я не знаю еще что там. И руах-элухим, витая над этим, вкладывал структуру, потому что позднее в Новом Завете сказано, что руах-акодеш, за руах-устройство. Помните? Ибо Божий дух-устройство и порядка. Кто помнит такие слова? Я, когда цитирую слова, рассчитываю, что мне не надо открывать Писание, потому что вы помните. То есть когда руах-акодеш внедряется, он сразу начинает пытаться направлять, то есть это его как бы, ну как бы его функция, он сразу направляет упорядочить. Одна из функций, прошу прощения, то есть все его функции очень вообще тяжело понять и передать, но одна из его функций упорядочить, отделить или выстроить, чтобы все функционировало правильно. Помните слово? Ибо будьте святы, как я свят, то есть в этой форме не так, как как-то люди придумывали. И вы знаете, почти постоянно, почти постоянно род человеческий, род человеческий пытался всегда действовать против этого, против. И допустим, в книге Бытия в шестой главе написано, что в какой-то момент Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Помните такие слова? То есть, руах элухим о вед Бишвиль работает, чтобы направить в правильное русло, а наша тева, наша природа продолжает этому всегда каким-то образом противодействовать и отталкиваться. И что интересно, чем дальше, тем больше природа человека пытается отталкивать руаха кодыш, или Божий дух. И именно поэтому мы верующие, неважно в какой стране находимся, должны быть открыты для этого духа и пользоваться его дарами, тогда мы сможем эффективно влиять на этот мир. И Павел пишет во 2 Тимофея, пророчествует о наших днях и говорит, ибо в эти дни люди будут горды, непослушны, мордоним, будут ну вот все то, что нужно исправить. И чем мы дальше идем, тем мы видим, все это проявляется в разных-разных областях. И, наверное, многие из вас слышат от меня периодически слова, что я вот уезжаю там семинар проводить. Чаще всего, чаще всего я провожу семинары на тему Тикунулам исправления мира. И там я рассказываю о том, как все вот это вот случилось. И сегодня я почему я тоже не хотел или, ну, немножко ломался в себе самом говорить на эту тему или нет, потому что я по-любому прихожу к своему семинару этому. Я не говорил уже его вообще никакими-то короткими фразами, но я сейчас все равно еще раз буду повторять, чтобы показать, почему мы нуждаемся в не только посвящении Богу, но и в руха-кодыш в его активной фазе в нас, иначе мы лишь слабенькие инструменты по жизни. На прошлом собрании я думаю, я постарался, старался донести до всех, что у каждого из нас есть призвание. Я думаю, некоторые люди, порабощенные часто сложной жизнью, которой мы живем, очень быстрой жизнью, часто стрессовой жизнью, мы влетаем из колеи и забываем о призвании, которое Господь Бог дает нам, или не реализуем его до конца. И это одна из основных вещей, почему Бог хочет, чтобы каждый из нас был подобно Аврааму, или Цхаку, или Якову, или Давиду, про которых сказано, и умерли насыщенные жизнью. Помните такое выражение? Насыщенные жизнью, это не потому, что они устали и уже хотели просто, по-русски говоря, ласты двинуть, а они чувствовали, что они исполнили свое предназначение. Вы знаете, в жизни нам важно быть вот такими. Суета, динамика, постоянная нужда, мы хотим чего-то большего, часто мы хотим чего-то большего, это просто димеон, за которым мы бегаем, а он нам и не нужен. И мы можем жить просто попроще. Есть полным-полно людей, которые вдруг в один момент сказали, а что я лопачусь, как раб на галерах, ради чего? Можно же все попроще. И тогда у тебя остается время для того, чтобы реализовать себя и прочувствовать себя и призвание. Но я продолжаю. Итак, с первых дней творения человек стал восставать против Господа Бога. И с того совершенства, в котором были люди, человечество стало постоянно падать. Если вы рассматриваете не только библейскую историю, но интересуетесь археологией, историей, то можно увидеть одну странную вещь, что целые громадные, их называют разные цивилизации, похоронены под землей. Слышали про эти вещи? Кто слышал про такие вещи? Наверное, видео смотрели. Какие-то античные, высокие, крутые, и часто говорят, мы технологически не можем это сделать. Я читаю ответы на эти вопросы вот здесь, что те сыны Адама, про которых мы читаем, начинали что-то, развивали что-то. Они были не то, что нас научили в школе, что мы от обезьяны произошли, что она прыгала с дерева на дерево, в один момент ее хвост зацепился между суком и оборвался, и вот Адама стала и пошла, и пошла, пошла, пошла. На самом деле мы сегодня намного более близки к обезьянам, чем те, которых Господь Бог сотворил тогда. И я опять повторюсь, археология и многие артефакты, как их называют, странные, невероятные строительные сооружения, непонятно, как выстроенные, похожие по всему лицу земли, погребенные землею, это все показывают, что там было что-то особенное, и Писание рассказывает об этом. Но восставали против Господа Бога, нарушали Его пути, Писание говорит, ибо всякая плоть извратила путь свой, и сказал Господь Бог, не вечно пренебрегаемым быть моему духу, духу, опять о духе, и пришли воды потопа и снесли все. Вы знаете, есть разные слова и разные предположения, сколько людей тогда погибло. Потоп пришел через 1500 лет примерно после сотворения Адама. Ну, то, что мы читаем в библейской истории. Сколько людей жили тогда? 800-900 лет. Если мы учтем, что современная женщина при особых обстоятельствах, ну, 40, ну, 45 лет она может рожать, потом уже намного сложнее. А они жили лет по 700, по 800, и были поздоровее, чем мы, ну, уже самого понятия этого, что они жили столько, то есть и ихняя репродуктивная функция, по всей видимости, работала иначе. То есть мы приходим к ужасающим цифрам, сколько населения за 1500 лет могло быть на земле. Вы знаете, историки говорят, что 250 лет назад на земле жил примерно 1 миллиард людей. Сколько сегодня живет? Почти 8. То есть за 250 лет 6-7 миллиардов родилось на земле живущих. Это при том, что мы живем по 70 лет, или там по 80, это уже считается не так плохо. То мы можем прийти к цифрам в 100 миллиардов, в 50 миллиардов людей, которые жили тогда с невероятно развитым состоянием. и поэтому по всему лицу земли мы видим разные артефакты строения, которые просто сегодня скрыты песком или их раскапывают случайно. И это все, что они тогда построили, но они восстали против Господа Бога и потоп просто снес это все. Все это снес. Если у вас там есть на видео фотка ковчега, просто можете поднять ее. я послал им а да фотка именно фотка именно графическая фотка. Короче говоря после потопа сколько людей осталось кто-то помнит? 8 человек 4 пары Ной с женой и трое его сыновей с женами 8 человек от этих людей земля опять населилась как это возможно можно немножко свет наверное убрать а что говоришь земля опять населилась и мы читаем в книгах бытия 8 9 в 10 главах как люди опять стали размножаться они все равно жили очень много лет тогда еще то есть мы знаем что Сим прожил лет 600 Шем наш праотец окей спасибо Вета так нормально и мы читаем в 10 книге бытия что человечество опять стало распространяться они потеряли много того что умели но технологически продолжили чего-то достигать они не потеряли знания кирпичных строений и решили построить башню можно вывести башню вавилонская башня мы читаем эту историю в 11 главе бытия кто помнит эту историю я сказал я буду говорить но я должен какую-то базу заложить в начале и очень интересные вещи хочу показать те кто любит копать увидят эти вещи если вы откроете бытие бытие 10 глава можете не открывать я сам прочитаю в 31 стихе там написано про сыновей Шема это сыновья Сима по племенам их по языкам их землями их по народам их и здесь дается такое странное слово лошон по языкам их по языкам их если вы прочитаете сколько было племен первозданных племен на земле то их было 70 правильно Миша и об этом мы тоже читаем в книге бытия в 10 главе народ вы слышите или вы заснули там сказано что Яфет родил этих и Хам родил этих и Шем родил этих если вы пересчитаете все эти имена увидите 70 имен на основании этой идеи эфраем и в это в свое время строили вот этот вот арон кодиш здесь 70 лоховод эш 70 язычков пламени символизирующих 70 народов ну это была наша идея и вот эти 70 народов у каждого народа был свой лошон лошон это язык на котором разговаривают только в этой среде если вы откроете бытие следующую главу 11 то там сказано что на всей земле был один язык по-русски написано и одни слова но на иврите там есть другие слова сказанные там было написано была софа одна запомнили два два стиха назад лошон лошон это языковая язык о котором разговаривают в своем племени скажем диалект диалект а софа одна софа которая объединяла все народы и последнее слово в этом первом стихе и отадварим те самые вещи которые объединяли все народы что сегодня объединяет какой язык объединяет всех нас более-менее английский язык а какие дворы сегодня объединяют всех нас интернет интернет мы объединены по всему миру интернетом если сегодня отключить интернет то настанет реальная катастрофа потому что это не только упадет фейсбук это нарушит наше все электричество вода финансовая система все что называется одним английским словом supply обеспечение всего строится сегодня на связях через интернет и если сегодня в интернет по всему миру упадет то из 7 миллиардов огромное количество просто умрет люди в больницах из-за недостатка обеспечения всего магазины не смогут пока мы вернемся на аналоговую систему то есть позвонил договорился повез отправил этого человека с деньгами обналичил и это и расчеты и все все это пока восстановится это будет коллапс но если учитывать что наши уровень развития намного слабее извините что я так говорю но это видно из того что было по сравнению с ними то по всей видимости тот коллапс который там был когда они решили построить эту башню и восстав против Бога Господь смешал их написано смешал языки это было намного все более страшным историки говорят что когда они строили вот эту вот башню и как говорят Нимрод был во главе этой башни и имя Нимрод оно обозначает Мереда от слова Мереда восставать восстание делать то там было там написано ибо построим себе башню и сделаем себе имя все истолкователи говорят восстанем и покажем себя против Бога интересно что на языке шумеров или акадик акадский язык слово Вавилон обозначает врата врата богов то есть идея была такая мы построим башню и взойдем на нее и взойдем и будем как боги помните эта идея уже раньше поднималась кто помнит где такая идея была помните в Эдемском саду Нахаш Нахаш то о чем сегодня учил Миша Нахаш сказал ибо съешьте и знает бог будете как боги то есть народы решили стать как боги люди если вам так я вижу некоторые просто засыпают а может быть включить немножко мозган да потому что я я просто я я сейчас истекаю этим вот спрячься там эфраем сядь вон там возле я просто это вот Марк ты мог бы сесть возле света иногда включать его иногда включать когда я буду говорить ладно возле света там а там там а или здесь короче говоря когда они строили эту башню то идея была мы построим включите свет возле себя включи свет когда они сказали мы построим башню и сделаем себе имя то по сути это было величайшее восстание историки говорят что там наверху пытались построить две 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 два пульхана как правильно сказать два два святилища одно святилище должно было было посвящено быть божеству по имени Мардук можно там такого мужичка высветить и это имя оно встречается в священных писаниях и в истории людей под самыми разными именами но это всегда было одной и та же сущность суть поклонения этому божеству было приношение человеческих жертв я прочитаю имена что просто было может быть кто-то вспомнит эти имена из писания Баал помните такое имя в других местах называли Бел золотой бык ничего не напоминает помните красное это все было связано с одним и тем же культом Молох то есть в разных народах это божество называлось по-разному я очень подозреваю что в славянских культурах было такое божество с именем Перун и я почти уверен что это было связано я уверен что это связано с этим второе божество которому пытались там поклоняться Рами выведи вторую там тетка там одна у которой очень много грудей видите это все груди ее много много грудая ее называли Иштар или богиня плодородия Иштар Иштар те кто говорят по-английски у них есть такой странный праздничек он называется Истер это происходит все от этого но Иштар она имеет другие имена она же то есть помните как в русских фильмах он же да он же Гога он же так вот она же Иштар она же Венера она же Артемида помните Павла чуть не убили в Ефесе потому что культ Артемиды Ефеская пришел в запустение она же Деметра или многогрудая богиня и если когда поклонялись Мордуку Баалу или прочим приносили в жертву живых младенцев или взрослых людей то когда поклонялись ей все связано было с сексуальными оргиями что очень странно но сегодня когда нету этих божеств как бы в религиозном аспекте поклонение им все равно происходит и когда люди делают аборты то по сути поклоняются Мордуку или когда ведут войны а когда начинают всю гомосексуальную пропаганду облачать в человеколюбивые формы то по сути снимают религиозную маску но поклоняются вот этой вот тетке называется богиня плодородия и именно на пасху помните есть такой этот кулич понятно что он изображает и много много яичек это все как бы все в одну и ту же тему и я вот был сейчас в Америке и я проводил каббалат шаббат и один человек меня возмущенно спросил скажи мне а почему а почему евреи не празднуют Истер я говорю а какие евреи он говорит ну все я говорю а ты хоть понимаешь что ты празднуешь и когда я им рассказал что они празднуют ну за столом воцарилось молчание минут на семь это это было просто штика потому что многие не знают что происходит но не об этом дело дело в том что когда люди строили вот эту башню по сути они хотели отдалиться от творца и насадить по всему миру поклонение вот этим двум культам и написано мы построим и сделаем себе имя но на иврите слово бавель оно происходит от другого слова кто знает корень этого слова бильбель либальбель что такое либальбель написано и смешал и это называется по-русски я даже не знаю смешал конфуз когда человек теряет что-то господь убрал у них объединяющую софу и что-то что было у них по их технологиям даже круче чем наши интернеты и тогда весь мир реально погрузился в тьму в реальную тьму просто наступил такой коллапс коллапс фактически ситуация когда люди во-первых и вот тогда вот тогда когда мы говорим о тьме которая погружает тьма тьма помните я несколько раз учил а тьма тьма века сего или тьма и свет когда народы 70 народов погрузились во тьму это вот там то что случилось примерно ну я как бы образно очень объяснил и рассказал но вы бы если включите свою фантазию и вот тогда мы читаем в 12 главе бытия что Господь Бог призывает Авраама кто знает такое имя Авраама и от Авраама начинается то что мы говорим второй шанс человечеству я обязан был рассказать это немножко более подробно чтобы сейчас вы больше понимали как ну по крайней мере Леон видит эту картину я думаю большинство наших лидеров видит примерно более-менее так же и ну может быть без всех этих вот больших пояснений но Господь Бог берет Авраама и начинает трансформировать этого человека в начале он берет Авраама и между ними бизнес союз ты служишь мне я благословляю тебя каким образом я благословляю тебя я тебе даю кусок земли я даю тебе детей у Авраама помните не было детей и я делаю твое имя известным а ты всегда ходишь с рубашкой и на ней написано оранж или партнер или селком ну в случае Авраама там было написано юдгей вавгей то есть я служу Господу Богу Израилева и поступаю соответственно и когда Авраам соглашается в нем начинает происходить трансформация и он изменяется в каком-то момент мы видим что он вдруг из бизнес-партнера Господа Бога становится его другом помните у Таюля чего от друга моего потом он становится рабом Богу потому что Бог говорит принеси мне в жертву сына и мы видим как происходит трансформация и наши праотцы вдруг становятся вот тем горином тем ядром здесь мы видим Авраам приносит в жертву Ицхака может поднять и Якова тоже там борется с ангелом суть всех этих борений истории и всего это чтобы очистить от закваски это то о чем сегодня можешь обе поставить то о чем сегодня Миша говорил слово сараф или саруф очистить выковать и именно поэтому в римлянах в 11 главе апостол Павел говорит такие слова ибо Израиль избранные Божие и там есть такое выражение ради отцов помните и вот народ наш развивается с целью быть святым так как написано в Писании будьте святы как я свят но не всегда хватает внутренней амбиции они изменяются разумеется попадают в египетское рабство это опять ковка как называется соруф сорев обжигать выплавлять и на каком-то этапе выходят сейчас я хочу говорить о Святом Духе сейчас я хочу говорить о Святом Духе я должен был заложить основание сильно устали ешь еще немножко сил хорошо народ Израиля выходит из Египта все помнят эту историю и в 12 главе книги исход есть очень странные слова и вышло из Египта 600 тысяч мужчин кто помнит эти слова не считая женщин и детей а следующий стих говорит и вышло с ними иноземцев эреврав то есть здесь можно по-разному считать или Священное Писание игнорирует пересчету иноземцев или их было так много что даже сосчитать невозможно было я лично склоняюсь ко второй интерпретации но если вы склоняетесь к первой тоже не страшно и вот они стоят возле горы Синай подними следующую картину рамик и Господь Бог дает Тору кто помнит эту историю я есть 10 речений Господь Бог провозглашает и видите вот там что-то непонятное гора отблески а снизу много людей и если вы открываете книгу исход 20 главу в 18 стихе сказаны странные слова там сказано весь народ видел громы и пламя и звук трубный и гору дымящуюся и увидел то народ отступил и встал издали на иврите написано верау колот переведите кто знает иврит дословно эти слова видели голоса остальные языки немножко обходят этот язык как можно видеть голоса их невозможно видеть голоса слышат здесь написано видели голоса стандартная интерпретация говорит следующие слова что представители семидесяти народов стояли вместе с народом Израиля вокруг горы и когда Господь провозглашал эти слова я есть не поклоняйся служи исполняй шаббат почитай отца и прочее то евреи слышавшие эти слова на иврите слышали как остальные народы слышали эти же самые слова на своих собственных языках то есть они видели эффект колот эффект языков что значит они видели как вышедшие из колена ефита парадам или из колена хама парадам воспринимали ту же самую информацию на своем родном языке и понимали ее с тех пор пошло выражение что у торы есть 70 языков 70 лиц прошу прощения до сих пор было понятно сейчас мы перенесемся в новый завет еще сказал своим ученикам что когда я уйду то пошлю вместо себя утешителя и он вам напомнит все что я говорил вам я уже сказал что основная божественная цель для людей киюк душим к мощи ани кадош будьте святы как я свят и все вот эти шаги чтобы заточить Израиль или всех тех кто присоединится к откровению Израиля чтобы быть инструментом в руках Господа Бога чтобы распространять святость Творца по всему миру разрушая ту тьму помните про тьму я говорил у меня все время на языке висит тьму тараканию которая спустилась на землю после Вавилона и вот Ешуа говорит после воскресения из мертвых он уже воскрес из мертвых и он говорит не отлучайтесь из Иерусалима доколе не получите обещанное но мы видим цитаты по всей видимости там с учениками они понимали что речь идет что что-то с ними случится если мы открываем деяние апостолов вторую главу то там написаны такие слова и явились им разделяющие они были единодушно вместе сидели в горнице в Иерусалиме до сегодняшнего дня показывают место которое возможно было той самой горницей кто там бывал когда-нибудь там где там где находится гроб царя Давида кто был там так вот по преданию там сверху есть горница я там был несколько раз мы как-то общиной туда ездили идея была такая что им явились разделяя языки то есть они наполнились духом и это был праздник Шавуот тот же самый день когда было дарование Торы когда 70 народов услышали слова Торы Божьи слова на своем родном языке ученики вышли на улицу и писания говорят это деяние апостола 2 глава все изумились и дивились говоря между собою мы понимаем их они же все из Галилеи как же мы слышим их собственные каждое свое собственное наречие парфяне медяне и ламиты жители Месопотамени иудеи Каппадокии Понто и Асии то есть люди гости столицы знаете что такое гости столицы те которые приехали на посещение Иерусалима с разных мест из разных языковых сред вдруг услышали то же самое эффектно те же самые понятные но божественные языки от людей которые от начала говорили просто на галилейском иврите и тогда люди поняли это что-то сверхъестественное писания говорят что первый раз когда люди исполнились святым духом стали говорить на языках понятных понятных тех которые есть в словарях разных народов мира но после этого что-то изменилось как много из вас слышали такое слово гласолалия 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 в любом словаре переводится как речь состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний ну бессмысленных потому что ты не понимаешь что там говорится имеющая некоторые признаки осмысленной речи речь с множеством неологизмов и неправильным построением фраз короче говоря потом случилось что-то странное но деяние апостолов продолжает называть этот эффект крещения святым духом кто слышал такое выражение крещения святым духом я продолжаю как это все случилось Петр один из учеников Ешуа был в Яфо у друга кто бывал в Яфо когда-нибудь там есть дом друга Петра он по старой еврейской традиции поел и пошел помолиться на крышу и заснул заснул и увидел сон или проснулся и на вождении видит спускается скотерка а там накрытый корейской кухней стол и все что там на этом столе шевелится это видение повторялось несколько раз а он в себе чувствовал съешь съешь как на украинском съешь а он говорит не могу я не могу потому что сало я не ем и эту вот штуку которая шевелится тоже не ем некоторые интерпретировали эти слова что мы должны отказаться от кашрута потому что Петру еврею ученику еще было предложено трефная еда совершенно нет то был для него явный образ что слово Божье и дары Божьего Духа будут простираться не только на Израиль но и для тех и на тех с кем евреи не хотели даже связываться почему я рассчитывал что Миша сегодня будет говорить про хукат про красную телицу потому что там описано как избавляться от нечистоты нечистота это хуже греха а нечистота среди гоим среди народов была значительно больше чем среди евреев и евреям чтобы не запятнаться от нечистых гоим даже нельзя было кушать с ними и поэтому Петр не хотел даже не то что ему это еда когда он услышал нужно идти к этим гоим он не хотел потому что не хотел но Бог через это видение скатерти сказал не почитай нечистым ну то есть не для меня приготовленным не для человека а для него то что я почитаю чистым Бог хочет всех людей хочет чтобы все 70 народов приняли чистоту и он говорит Петру иди туда и в этот момент стук в дверь пришли посыльные от Корнилия который был знатным человеком знатным язычником празелитом и они приходят к нему в дом это история записана в 10 главе я не буду ее пересказывать но когда они пришли туда Корнилий говорит я боюсь Бога но я не еврей не хотел лезть во все ваши дела не хотел каким-то образом способствовать осквернению кого-то из вас ангел пришел ко мне и сказал пошли за Петром я послал послушался Петр говорит молодец что сделал я тоже не хотел идти но меня убедили и вот слушай и стал ему рассказывать речь написано когда в 44 стихе когда Петр еще продолжил эту речь Дух Святой сошел на всех слушающих слово и верующие из обрезанных то есть евреи пришедшие с Петром изумились что дар Святого Духа излился на язычников вдруг они увидели что нагласолали эти все вдруг стали входить ну я не могу назвать состояние транса но это было примерно так выглядело вот как я с вами сейчас вдруг говорю а вдруг вы все начинаете вдруг вне зависимости вот так вот говорить на странных языках или как случается когда идет сильное прославление вдруг ты чувствуешь что тебе не хватает твоего родного языка и ты начинаешь молиться на ином у кого такое бывает иногда то есть есть люди которые знают про что я говорю теперь слушайте дальше позднее немножко позднее и об этом написано в девятнадцатой главе Деяния апостолов это уже происходило в Греции точнее в Турции в Каринфе и в этом месте побывал человек по имени Аполос Аполос он был ягуди еврей верующий в Ишуа но он не знал все нюансы погружения в Святой Дух и он научил людей вере и там язычники в Каринфе стали верующими людьми и через какое-то время пришел к ним по каким-то делам Павел и стал спрашивать их а крещены ли вы в Святой Дух то есть крещены я использую это слово потому что в Синейдальном написано правильное слово погружены что такое погружены вот как будто ты окунулся с головою вот просто там ну баптизу погрузиться полностью короче короче они говорят мы даже не слышали об этом они ему говорят и тогда Павел возложил на них руки на них сошел Святой Дух они тогда начали говорить языками написано 19 глава 6 стих и пророчествовать то есть когда мы читаем эти слова мы говорим что Ишуа сказал вы будете эффективным орудием для меня чтобы служить во всем мире но вы должны принять нечто от Бога и здесь записывается что когда они принимали руаха кодыш то это было сопровождалось то что мы до сегодняшнего момента прочитали или словами на иностранном языке английском китайском малайском или еще каком-то или какое-то исполнение гласалии и пророчества павел потом в послании к коринфянам в 12 главе говорит есть различные дары но дух один есть разные служения но господь один и тот же есть разные действия но все их производит один и тот же бог во всех в каждом человеке дух проявляется во благо общему делу и там распределяются разные проявления пророчества слово знания слово разные то есть этих проявлений целая масса человек я не думаю что всякий погруженный в святой дух должен говорить на ином языке может быть абсолютно разное проявление это может быть слово знания или пророчество или мудрость или дерзновение подойти помолиться за другого человека за исцеление эти проявления могут самыми разными наверное говорение на гласолии это наверное что-то бейсиковское такое самое начальное я так думаю я не знаю до конца я хочу просто сказать что гласолалия это эффект который производит в нас бог но здесь люди грамотные вы могут сразу спросить но мы видели слышали и наблюдали что на иных языках говорят не только верующие в ешуа амошеха а именно есть разные группы мусульман салафитов они когда собираются вместе начинают танцевать начинают тоже говорить на языках на гласолали или я не знаю встречался ли ты Миша в хасидских кругах но этот эффект есть в хасидских кругах или мне рассказывала одна верующая мне рассказывала одна верующая она ее пригласили на курс релаксации что такое релаксация и вот их посадили в позу лотоса это не было йога и они все сели им сказали вдохните выдохните а потом к ее удивлению коуч ну которая ведет говорит а сейчас это в Израиле было говорите на джибриш на иврите есть такое выражение джибриш это как раз гласолалия джибриш и она говорит я вижу что весь зал их там было человек 30 стали говорить на гласолалии так что же здесь такое происходит каким духом как бы не подхватить чего-то у кого такой вопрос когда-нибудь возникал у меня возникал когда мне рассказали в свое время верующие что есть такое понимание как твила баруха кодиш я сказал а если это не чистый дух и очень боялся этого дела и боялся правильно потому что ну вот я вам привел вы знаете что эти ребята которые вуду знаете что такое вуду вуду они тоже говорят на гласолалии так как же нам выбрать то что надо выбрать вы знаете ответ на самом деле очень несложен второе послание к Тимофею вот здесь если у кого-то есть Библия и близко откройте я хочу прочитать истолковать вторая глава с 19 по 21 стих слова которые вы тоже все знаете может быть не в этом формате здесь сказано так но твердо основание Божие стоит имея печать сию познал Господь своих то есть Бог познал своих и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа ну это связано с тем что я уже сказал будьте святы помните если ты говоришь что ты избрал Господа Бога Богом своим как мы сегодня пели по-русски если ты избрал Ешуа своим машехом то отступи от всякой неправды что такое неправда кто знает народ грех когда мы наступаем на ногу ближнему когда мы пытаемся быть ну понимаете о чем я говорю быть делать неправду не сложно если ты стал верующим отступи от всякой неправды и дальше сказано притчей в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные но и деревянные и глиняные и одни в почетном а другие в низком употреблении здесь должен Эфраем истолковать это Эфраем вылези из норки Эфраем что такое сосуды вот он скажет сейчас он же хотел меня с русского на русский переводить что такое сосуды в почетном употреблении в доме а что такое в низком в почетном можно по материалу золото серебро почетно да а что непочетно ну а что для чего используются непочетные для нужников о то есть ты как говорится Эфраем зрит в корень для нужников 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 мы весь мир это божий дом и все мы суть этой притчи сосуды все мы но каждый из нас избирает каким сосудом быть не бог назначает тебя ты будешь нужником да Эфраем а ты будешь бокалом для седр песах мы избираем и если мы избираем зло и поклоняемся бесам или выбираем злые пути то то что исходит из нас оно нечистое теперь послушайте я рассказывал что люди были не такие как мы развитые интеллектуально во всех отношениях и когда господь погружал в тьму народы это не значит что он что-то забирал это не его суть забирать потому что написано что дары бога не приложены то есть если бог что-то дав он у тебя этого не забирает но он может запечатывать есть в библии такое выражение запечатанные сосуды а именно много из духовных или точнее не духовных естественных талантов человека которые господь бог сотворил из-за того что люди стали падать морально эмоционально интеллектуально оно просто как будто запечатывалось там внутри для чего ребенку спички не дают если мы становимся хуже мы не должны пользоваться тем что может производить мощь и вот эта вот способность духовных вещей пророчествовать вы знаете среди неверующих людей пророчество тоже есть только оно не названо пророчеством оно названо больше интуицией кто сталкивался с людьми которые не характеризуют себя неверующими но у него интуиция просто железная вот ты разговариваешь с ним а он кто встречал таких людей то есть ты говоришь с ним а он тебе говорит я тебе советую это пророчество люди то есть это вот как у кого-то есть талант на этом играть у кого-то с математикой лучше а у кого-то это но оно все в нас задавлено и когда мы начинаем делать выбор и поклоняться Господу Богу то ключик внутри раскрывает что-то и выходит гласолалия которая прославляет Господа Бога или выходит пророчество или слово или мудрость или музыка или наставление или просто помощь или желание помолиться и выходит Божья сила которая проявляет Божью славу чтобы святы будьте в этом мире чтобы исправлять этот мир и наоборот когда мы поклоняемся бесам то мы тоже можем спровоцировать внутри раскрытия этих вещей и во имя нечистоты мы будем исцелять и пророчествовать и ты избираешь кому ты служишь но суть моей проповеди остается той же суть этой проповеди остается той же если мы хотим чтобы слово Божье изменило этот мир мы не можем положиться только на самих себя и на свое интеллектуальное понимание и на свои способности достигать чего-то мы нуждаемся в нем именно поэтому писания говорят ревнуйте ищите и получите и будете мне свидетелями до края земли повторюсь сами мы к сожалению не можем но если мы открываемся перед ним если мы открываемся перед ним то он наполняет нас и тогда если это пророчество прославляет его направляется к нему наше сердце и цепляет всех тех кто вокруг нас находится это цель я хочу помолиться небесный отец я прошу чтобы ты вознаградил людей за совланут что они имели терпение слушать все так долго но я молю тебя господь чтобы в нашем сердце было желание и решение всегда ходить и служить тебе обидно я прошу тебя за наши сердца я прошу тебя чтобы ты сейчас говорил к людям которые знают что у них нету полного посвящения которые знают что у них нету полного посвящения ты не можешь служить двум господам я молю тебя господь дай дерзновение сейчас тем которые служат двум господам воздать обеты перед тобою будьте святы как я свят говорил господь не уподобляйтесь тьме века сего колоссиан нам говорит благословен бог выведши нас из тьмы тьмы вавилона в чудный свой свет я прошу тебя небесный отец дай нам дать обеты перед тобою я прошу тебя небесный отец это больше чем просто ани зорем это больше это я выбираю я прошу тебя господь помоги тем кто попросту зная слово отмораживается и говорит я не уверен я не такой тимофея павел сказал очень четко в божьем доме есть два вида сосудов одни которые говорят я буду нужником а другие говорят я буду сосудом к чести избери для себя кем быть писания говорят что милость бога спасает нас но в каком состоянии мы будем только огонь проверить это об этом Миша говорил сегодня саруф сарав когда проходит эш божьего взгляда то пыль и все напускное человеческое просто сгорает и очищается небесный отец мы часто больше эгоисты и говорим тебе дай мне дай мне но я молю тебя господь чтобы сегодня мы могли с вечерей сказать тебе такие слова как исайя сказал вот он я использую меня вот он я использую меня я прошу тебя господь мы сегодня молились за многих людей благословляли многих людей но самое главное благословение исходит от тебя я до новых до новых Субтитры создавал DimaTorzok